угадайте что я сейчас вам покажу на своей кухне я покажу вам чайный гриб не просто чайный гриб в одной банке а целую фабрику чайного гриба не побоюсь сказать фабрика а теперь смотрите сами вот это вот все чайный гриб вон сколько банок вот это у меня на данный момент самая маленькая в диаметре я даже приспособила вазочку вот такую для чайного гриба посмотрите вот для этих вот двух его для этой вот я шила колпачки эти шапочки они сшиты а все остальное это бумажные салфетки и резинки вот и давайте смотреть как он выглядит часа баночки отодвину вот чайный грибок думаю практически все люди знают про чайный гриб сегодня я расскажу как я ухаживаю за ней вот этого зеленая банка посмотрите какая она необычная жгутом со жгутом красивая зеленая банка зеленое стекло вот но я сейчас немножечко расскажу о том как я ухаживаю за чайным грибом и для чего мне столько банок чайным грибом ну чайный гриб я завела здесь себе как приехала в сша так как это было у нас принято дома когда жила с мамой думаю в каждой семье это было нормой так скажем держать на кухне банку чайным грибом также было и у нас приехав в америку я нашла онлайн сайт где можно было купить чайный гриб по сша мне заказала я мне выслали стал я его выращивать пила гриб и какой-то момент свекровь подумал что это я жила со свекровью тогда свекровь подумал что это что-то испорченная еда какая-то и она вытянула чайный гриб мусорку меня это расстроено очень но после этого живя со свекровью я больше не заводила чайный гриб и когда мы уже переехали свой дом стали жить отдельно я тогда решил опять завести чайный грибок получилось так что я заказала чайный гриб и мне женщина одна бесплатно она раздавала она даже не на дом привезла сама и получается в течение одной недели у меня получилось 2 чайных грибок один бесплатный а второй а второй я купила вот я стала его выращивать в двух разных банках и вот у меня пошло поехала стал он у меня расти как ненормальный пересаживаю из одной банки в другую пила я дома чайный гриб одна муж не пил в то время это сейчас он стал пить чайный гриб он понял насколько он полезен и вкус даже по моему ему нравится но в основном он пьет конечно для пользы приходится работа и первое о чем он просит налим не чайный гриб для чего мне так много банок так много грибов я очень много раздаю и продаю на работе я только раздаю бесплатно а так продаю тоже на чайные грибы и для себя тоже у меня было так что я держала хорошо что я держала в нескольких банках чайный гриб у меня пару раз лес не вел грибами покрывался плесенью в этом в этом случае только мусорку его использовать его нельзя такое к сожалению случается и поэтому на этот случай лучше всегда иметь еще в запасе рядышком чтобы стояла в другом месте но чтобы у вас был в запасе и другой чайный гриб вот на английском чайный гриб называется камбуча вот камбуча камбуча drink от напиток кому чайного гриба камбуча скоби это вот сам чайный гриб этот желирующие тело так скажем вот я пропорции какие делаю здесь вот у меня частично использован черный чай частично использован зеленый даже внешне можно определить по чайному грибу по самой расцветке его какой чай я использовала для именно этого гриба когда я использую зеленый чай то чайный гриб белоснежный он очень красиво такой окрашенный такой кремовый цвет а когда я использую черный чай то чайный гриб сам окрашивается он становится коричневатым таким не очень красивым сейчас я вот посмотрю какой у меня из них зеленого чая чтобы показать вот это зеленый чай он только начинает образовываться тоненькая пленочка новый грибок растет и посмотрите он беленький какой не коричневый то что под ним коричневые это дрожжи сами которые производят гриб это они в счет не входят я вот говорю про сам гриб про сама вот это желирующие тело вот это тоже мне зеленый зеленый чай сейчас надо вам найти ой салфетка порвалась вот это вот уже черный чай посмотрите он вот это вот сама сам чайный гриб он по цвету отличается он коричневый почему-то и фокусируется у серу себя давай но вон видно он темнее по цвету коричневый коричневый по цвету количество сахара сахар я кладу на один галлон галлон это почти 4 литра это литр 3 литра 780 миллилитров по моему вот на это количество жидкости я кладу где-то полтора стакана сахара минимальное количество сахара на это количество чая один стакан но это он кисловатый получается не очень вкус вот полтора два стакана это в идеале конечно баночки всегда нужно держать закрыты потому что и мошки слетаются и могут червячки там завестись и чё хочешь вот дальше что еще значит я как я делаю чайный гриб я кипячу воду кипячу воду обычно из-под крана я беру кипячу ее добавляю зеленый чай можно черный использовать но мне нравится он потому что такие вот грибочки красивые получается беленькие от зеленого чая да и полезнее он поэтому я последнее время использую только зеленый чай вам как он красиво посмотрите беленький грибочек поэтому я использую последнее время зеленый чай значит скипятила я воду вот взяли мы один гаунда почти 4 литра добавляя чай количество чая зависит от того насколько крепкий вас чай зеленый чай он у меня хороший он у меня правда в пакетиках но он качественный хороший японский чай вот я кладу минимум 4 пакетика 46 пакетиков я кладу на это количество и сразу же кладу сахар все хорошо размешиваю сахар обязательно размешивать хорошо иначе при контакте с чайным грибом чайный гриб может умереть погибнуть поэтому очень важно размешать сахар очень хорошо и даю настояться чаю и остынуть очень важно тоже чтобы остыл чай иначе может погибнуть тоже чайный гриб от температуры высокой также чтобы не было контакта с металлом когда вы занимаетесь чайным грибом и вот на где-то один вот где он где-то один полтора один полтора стакана стартер называется это ну как закваска от предыдущего вашего гриба оставляем немного заквасочки чем больше тем быстрее созреет ваш напиток минимум это один стакан нужен в идеале два полтора два смешали все это значит уже остывший чай сладкий убрали в эти пакетики или процедили если у вас такой рассыпную чай удалили значит банку где закваска была долей чаем сладким чтобы у вас вот этот сам чайный грибочек там тоже был сверху накрыли и все и убрали от прямых солнечных лучей вот минимум на недельку недели 10 дней зависит от того еще какая температура в помещении чем теплее тем раньше созреет гриб ваш и пейте на здоровье это очень полезный напиток сами пейте пусть ваши члены 7 пьют это очень полезно вот хотела вам показать чем я еще занимаюсь вот я занимаюсь и таким вот грибом чайным обязательно нужно накрывать потому что ножки этого только и ждут чтобы залететь а то что вот это вот там некрасивая плавает видите коричневая это на камере конечно передашь там ну вон там коричневая такая медуза как будто это дрожжи сами они вот именно и дают вот это вот как газированный делают сам напиток и польза именно от них идет также вторую ферментацию можно делать с чайным грибом после того как ваш гриб готов уже можно его пить можно делать вторую ферментацию вторая ферментация что это такое это где значит ферментация которая делает ваш напиток более газированным и дает ему другой вкус если например вы хотите добавить свежий имбирь или ягоды какие-то вы берете бутылку который закрывается герметически наливаете туда чайный гриб готовый который уже пить можно добавляете туда ну что хотите там имбирь ягодки толченые что хотите закрываете плотно и на два на три дня оставляете при комнатной температуре потом обязательно не забудьте обязательно уберите в холодильник иначе бутылка может взорваться и когда открываете бывает настолько сильная газированный напиток получается что все выливается наружу поэтому это смотреть уже нужно вот но получается конечно вот после 2 финны ферментации обалденно вкусный напиток я очень люблю делать со свежим имбирем добавлять туда тертый или мелко нарезанный имбирь вот оставлять вот так вот на пару дней и пить очень вкусно получается вот надеюсь что вам было интересно это видео вот так вот вот так вот Сейчас меня соседи напугали. Я в окно смотрю и вижу у соседей вот такой вот красный, красно-оранжевый свет возле дома. Я испугалась и думала, пожар у них. Быстро выскочила. А это у них, по всей видимости, просто освещение такое, они поменяли лампочку или что, я не знаю. И вот оно вот такого оранжевого-красного цвета. А вот из окна смотришь, как будто бы пожар, когда дом горит. Перепугали меня. Испекла я пирог на скорую руку. Отнесу на работу. Буду угощать своих там сотрудников. Начинку сделала простую. Тушеная капуста. Молотые куриные желудки с печенью куриной. Все это молотое. Лук жареный. Все вместе перемешано. И немного сыра. Очень вкусная начинка. Само тесто-то я кушать не буду. На диете. Вот. Ну, отнесу угощать сотрудников своих. Пусть кушают. А я начинку только поела немного. Ну, аромат стоит, конечно. Вот свежевыпеченные пироги, свежевыпеченный хлеб. Очень душистый такой пирог. Внешне так мне очень-таки привлекательный. Я все делаю на скорую руку. Быстро-быстро-быстро так вот, чтобы сделать. Вот, как-нибудь сделаю видео, как я делаю пироги, пирожки. Сниму видео как-нибудь. А вот пока вот так вот. Вот я сейчас стою на таком расстоянии. И вот аромат идет. Хотя уже пирог остыл. У меня вот здесь пришел красавец. Тоже унюхал. Вот так вот. Покажу, как выглядит пирог в разрезе. Тесто пушистое. Но я слишком толстое тесто особо не люблю, потому что оно... Кушаешь и в основном тесто кушаешь. Чё бусечка? А так это, чтобы начинку ощущать. Вот такая начинка. Я еще туда пару столовых ложек томатика добавила. Вот. А вообще, я для пирожков даже делаю начинку просто куриные желудки. Я их тушу, тушу долго с луком. Как мягкие станут, я их в блендере прокручу. И они такую однородную массу принимают. И вот этим я начиняю пирожки. Ой, завши не оторвать. Это вот считается для меня одна из моих самых любимых начинок. Очень-очень вкусная. Брунька сидит, выпрашивает. Ну, угощу его кусочком. Ну как? Понравилось? Ну, а еще хочется, да? Ну, посмотрим. Может, я тебе еще немного там... Ты тоже у меня на диете. Тоже нельзя тебе толстеть. Бусенька меня вон уговаривает, чтобы я ему пирожок дала. Бусечка, пирожочек хочешь, да? Тесто вон очень мягкое такое. Бруно, стапай. Эй! Невоспитанный какой мальчик. Нет. Стой. No. Тесто очень мягкое, хорошее. Окей. Боже, боже. Вот век его не кормили как будто. Смотрите, ну что это такое? Бруно! Эй! Ну, это комплимент, думаю, мне. А пирог удался. Брунька вечно голодный. Позоришь меня, как будто я тебя не кормлю. Ну, на самом деле, мы Бруно посадили на диету, потому что ветеринар его сказал, что у него есть лишний вес. И нужно его посадить на диету. Ну, а вообще, Бруньку мы взяли, когда ему было 3 месяца. И причина, по которой его нам купили, его продали, то, что были еще у того хозяина 2 взрослые собаки. И они его терроризировали. И они его терроризировали. Они ему не давали кушать. Мы его когда взяли, у него было 2 шрамика. Один на ухе, другой на щеке. Вот. И получается, он не доедал. И вот это вот, видно, все-таки отразилось. Он, сколько вы ни кормили, он весь на голодный. А, Брунка, иди сюда. Поздоровайся. Поздоровайся со всеми. Скажи привет. Привет. У тебя мой кроссовчик. Ну, ладно. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...